здравствуйте друзья с вами григорьев на канале художники 12 часов по москве только что провели немецкие куранты здесь цепушка рядом и сегодня мы встречаемся снова вместе с вами на нашей трансляции москвой пейзаж заявленная тема вот такой марафон у нас на этой неделе так и опять опять с вами в эфире мы сегодня порисуем всем здравствуйте светлана марина с нами подустали наверное написать так вот немножко я задал темп такой хотя по большому счету чем сегодня можно заняться кроме как свободное время рисовать я взялся на чистый холст для этого пейзажа мы много раз уже рисовали эту картинку сейчас сам покажу как ее легко сделать делаю все вместе с вами так чтобы ничего не скрывая вас чтобы вы видели от начала до конца что происходит тряпочка подсолнечное масло я думаю сегодня мало будет новеньких но вот количество зрителей еще только-только не просыпается наверно поэтому кто-то уже такие более активные на дачах уже замаринован шашлык наверно а вот те кто любит поспать наверно только-только просыпается 13 18 человек те кто меня смотрит на каких-то социальных сетях вконтакте может быть в одноклассниках на яндексе у нас трансляция идет переходите прямо сюда по ссылке на youtube youtube канал художники и весь на нашем канале работает чат где вы можете с нами пообщаться со всеми не только со мной привет алла светлана пишет что не устали не устали все таки рисовать о как я вас понимаю небо нереальное да вы чуть-чуть по-другому как-то по-своему немножко сделаем примерно такое примерно такое как-то вот надоедает иногда такие реалистичные картинки иногда хочется что-то такого светлого сказочного нереального так или подходят подходят люди наверно все приготовили уже кофе я успел себе сегодня не успел вчера не успел сегодня успел вчера мне пришлось холодное напивать сегодня я сделал кофе ну и пока холст будет сейчас напитываться маслом я сейчас в чате смотрю за чатом смотрю кто подошел сегодня в чат кто будет сегодня со мной вчерашняя картинка по собрасывание писали а вот она там где-то на заднем плане диска перед сейчас вам покажу она будет кто не знает будет разыграна и отправлена победителю розыгрыша розыгрыша сейчас вот как-то так покажу вам еще сегодня красочка так она по успокоилась не как вчера она такая слишком яркая была сегодня она уже поспокойней хотя если бы это был вот такой хост на таком холсте на новом писали на подготовленную краска не дотертом она бы уже краска бы так сильно бы то подпитывалась уже холстик здесь она еще не настолько впиталась ну в общем вот такая картина будет отправлена победителю розыгрыша те кто спонсирует наш проект ссылка на донат и прямо под видео в описании вы можете посмотреть сегодня друзья в общем как ему наверно наверно теперь в будущем мы будем проводить это выступление я покажу частично сейчас как пишется можно прописать небо вот и продолжение будет зависеть продолжение этого мастер-класса будет зависеть от вас от вашей активности насколько вы будете активны и посмотрим нужно ли это мне нужно ли вам вот здесь есть полосочка все кто будет помогать донатами увидят мастер-класс до конца и если мы наберем эту полосочку значит я останусь до конца сами в эфире если нет значит мы переходим на спонсорский канал такие вот новые у нас правила вас много я один и мы знаем что сейчас ситуация непростая но подконтрольная поэтому поэтому я здесь должен понимать на передовой в окопах под свистом вражеских вирусов приходится значит передвигаться ползком под покровом ночи вот а вам проще вы можете перед экраном взять сушеные ритки чипсов попкорн вот такая нелегкая сегодня у нас жизнь началась так что помогайте помогайте нам с меня значит будет мастер-класс с вас помощь лайки валентина я не помню у вас какой уровень если у вас рубиновый то вам не нужно ничего вы так автоматически становитесь участницей розыгрыша если ниже рубинового уровня я вижу что вы спонсор в таком случае 250 рублей стоит 1 шарик вчера мы разыграли у нас есть сейчас на данный момент 8 шариков уже разыграно 2 2 и 3 забирает Татьяна Крылова она перебила дважды по 250 рублей вот ну и кто-то если из из германии или где-то европейские страны можно переводить евро по курсам вот это небольшая сумма ну и независимо от того кто поддерживает 50 рублей если кто-то поддержку дает значит остается до конца в эфире то есть будет ссылочка предоставлена для просмотра продолжения ну все очень просто все очень просто тысячи рублей в принципе 4 человека по 250 рублей 4 шарика купили и там вот скажем вчера случилось что один человек проплатил и с помощью божьей помощи и с вашей помощью я остался в эфире и мы написали такую вот прекрасную работу врачи прилетели по Саврасово которую я также дарю и мы разыграем и будет отправлена в Германию в любую точку мира и вы сами знаете что уже более 20 наверное работ мной разыграны и отосланы за исключением вот последняя работа которая разыгрывалась и нужно отправить в Финляндию и сейчас вот почта не работает закрыты границы мы сейчас ожидаем чтобы у меня тоже посылки зависли и я жду так же как и все сейчас вот такое время кстати нехорошее для посылок ну я надеюсь что это все закончится и мы тогда возобновим возобновим пересылки 250 рублей это для участника розыгрыша всем здравствуйте Ирина здравствуйте я знаю что нас многие смотрят те люди которые не понимают по-русски много европейцев много немцев есть у нас итальянцы и французы и проект международный вот но в живописи в основном язык живописи он простой главное понимать цвета что с чем смешивается и главное доходчиво показать объяснить и рассказать вот у нас первый первооткрыватель на телевидении был вопрос где многие также его знают и царство небесное он открыл это этот такие трансляции скоростного рисунка быстрого рисунка и показывал людям как можно простейшим образом написать картинку которую можно которой можно радоваться либо подарить сделать хороший подарок на самом деле это очень хорошие такие подарки знакомым друзьям родственникам если вы рисуете то я считаю что он очень достойный такой подарок сделан своими руками здравствуйте и здравствуйте татьяна пишет все точнее не пишет сердечко надеюсь что все хорошо хорошо меня слышно видно напишите пожалуйста в чате как как сегодня с трансляцией нет ли перебоев все ли хорошо нет ли хрипов бывает микрофон у меня хрипит и с того не сего приходится его отключать потом включать заново поэтому по оценкам я все время определяюсь от 1 до 5 поставьте пожалуйста оценки здесь в чате вам не трудно это сделать нажав на кнопочку ну и тем самым я пойму что все вроде бы в порядке мы можем начинать все отлично пишет Таня Марина спасибо здорово Ага и дочь у меня тут да Александр с нами Александр тоже спонсор нашего канала я вижу и Татьяна спонсор ну прям один спонсор Саша привет здравствуйте пятерочка вижу Алла спасибо пятерочка кол так вот он уже напитался немножко я сегодня возьму ФЦ для этой работы можно взять лучше всего взять ФЦ можно конечно взять прусскую можно взять вальтермарин вот данные данная картинка была написана вот то что вы видите на экране здесь сверху в левом углу выставлена фотография это работа моей ученицы написана в Петербурге написали ее и вот здесь в Германии мы тоже очень часто пишем эту работу людям нравится она я не писал ее еще с ФЦ я ее обычно делал эту работу с ультрамарином но вот сегодня я попробую сделать ее именно на ФЦ посмотрю мне интересно что получится вот так она называется по немецки сейчас я подведу многие спрашивают как называется в Германии ФЦ краска видите вот язык сломаешь так вот я поворачив чтобы было понятно это ФЦ я покупаю ее в принципе это китайская краска здесь вот так же видно на китайском написано ну в общем кто знает китайский тот может прочитать сделать себе скрин ФЦ почему я беру ФЦ она ближе вот между ультрамарином и прусская просье просье жбляу по немецки называется прусская если читать так вот латинскими буквами по русски получается прусская я ее очень очень часто пользуюсь этой красочкой вот она видите такое название она очень такая достойная краска мне она очень нравится практически во всех работах я ее использую ну и другая еще небесно-голубую я беру для того чтобы хотя небесно-голубую можно также получить и с прусской разбавляю ее с белилами здесь вот она в тюбике почище без белил а там конечно нужно белила добавлять добавлять белил чтобы получить но всегда сложные замесы они получаются при смешивании двух трех четырех пяти цветов получается сложный замес и конечно в финале при высыхании может быть непредсказуем потому что разные компоненты смешиваются между собой иногда одна краска съедает другую женится переженивается такое вот новое для меня слово веселое и привет Владик в этом случае конечно вот и кобальт кобальт синий я пользуюсь либо я беру ультамарин синий для для работ ну а сегодня нам нужно будет получить коричневые цвета поэтому я взял сейчас возможно что надо будет еще пруско я возьму также мне понадобится для темных белых красный возьмем также какие-либо возьмем желтенькие оттенки такой вот рисунок конечно он очень красочный для того чтобы его написать здесь желательно использовать не самый скупой набор красок так возьмем желтенькую вот надеюсь сейчас всем будет все видно так вот постепенненько все вместе с вами обязательно может быть здесь мне понадобится и скорее понадобится я сейчас чтобы потом уже вот пожалуйста это ультрамарин ультрамарин тоже нужен вот и скорее также будет нужен помимо ультрамарина ультрамарин будет хорошо смотреться вот пеночка вот что-то такое можно с ним домешать и какой-то может быть красный темный любой можно взять начиная от кадра темный до заканчивая кроплак розовый прочный можно рубиновую взять тут вот без разницы немножко подмешаю так же я вижу этот цвет в облаках поэтому можно вот так же домешать для веселья можно взять любую как теплую желтую так и холодную можно взять немножко для для веселья вот такой кадмий зеленый это кадмий мгрион светлый кадмий зеленый светлый кадмий грюн хель тоже для для разнообразия посмотрим в принципе можно справиться с тремя цветами перемешиваем между собой добиться трех из трех цветов можно добиться практически всех цветов радуги но здесь будет так немножко почище картинка поэтому я беру различный такой вот наборчик так ну все я вижу что пятерочки есть сейчас холст уже практически подошел к тому что нет еще не допитал но уже практически впитал еще много масла есть сейчас я его наверное не будем уже долго вас задерживать вытру привет привет валентина валентина с нами как вы знаете кто знает подсолнечное масло больше ничем и не пользуясь достаточно для того чтобы рисовать делать работы маслом анну дубы день наталья лазерина неужели так вот у меня с чатом что-то запоздание что-ли 555 555 ну что начнем с того что надо светлые оттенки поэтому сейчас я сделаю сразу замесики такие светленькие белила придется по-любому еще выдавливать потому что белила ухода в 2 3 раза практически всегда уходят в 2 раза больше чем какая-либо краска ну и давайте так вот примерно здесь вот по перспективе все очень простенько берем холст большая часть остается для неба меньшая часть для моря хотя здесь опять же таки на ваши вкусы цвет вы можете по-своему сделать можете наоборот сделать для моря больше для неба меньше самое главное чтобы не попасть на середину обычно новичок начинает с середины делит холст вот так автоматом получается что наше наше мышление так устроено что мы если пишут морские пейзажи то делят холст напополам это не всегда выгодно и красиво смотрится в финале поэтому нужно уделять этому внимания горизонты либо приподнимать либо опускать и вот на данной картинке я вижу что здесь для моря чуть меньше чем для неба потому что небо составляет самый интересный момент наверно в небе здесь ну а в море это прозрачность волны там я вижу так же это скорее всего луна и вот так вот она такая яркая и освещает вот это вот вот это вот зеленую зеленую желтую подложечку ну что в принципе я тогда начинаю если все если вы готовы поехали берем берем масло берем кисточку вот это строительная кисть у меня такая щетина строительная длинная щетина то что мы красим рамы окна заборы это не художественная кисть хотя может и художественная тут стоит номер где-то я частично брал в художественных магазинах и не частично набрал те же самые кисти только в строительных они ничем не отличаются друзья потом вот эту же строительную кисть некоторые кисти я обрезаю у меня получается вот такая короткая щетина то есть мы делаем из длинных кистей я покупаю например 100 кисточек и потом половину из них обрезаю и получаются вот такие вот очень хорошие щетины ну что значит Наталья больше море море у нас знаете сколько на канале море особенно вот у нас специалист есть Георгий Харченко он прям шикарный художник шикарно пишет морские пейзажи реалистичные такие морские пейзажи поэтому можете посмотреть на нашем канале ну что добьемся сейчас какой-то вот есть более светлый вот здесь где луна где луна там не будем сразу мы сейчас почему я начал со света я не хочу его потом сильно высветлять холст сейчас мы попробуем вот и что я возьму есть желтенький да вот такой он не не совсем прям желтый но он немножко так вот желтит вот этот светик сейчас нужно просто нанести вот такая задача нанести краску на нужное место больше мы ничего не делаем с этой краской мы будем работать чуть позже а сейчас пока только наносим краску на нужное место вот такая задача ничего более то есть вот так вот пастозно смотрите как она надеюсь видно всю эту пастозность на моей на моей картине не бойтесь сейчас пастозности ну да вот смотрите отступаю сразу давайте тогда делить вот здесь вот здесь где-то вот там вот эти пятна я немножко опустил ниже здесь вот где-то луна будет находиться в этом месте потом у нас вот тут частично есть где-то там вот тут чуть-чуть дальше мы берем зелененькую чуть-чуть зелененькой зеленым мы можем намешать то есть желтый-синий получается зеленые цвета но я взял чистый зеленый здесь и поэтому вот этим чистеньким зелененьким его тоже сюда можно вместе с желтеньким зелененький желтенький получается такой красивый цвет немножко белил тут вот перед луной немножко зеленит тут чуть-чуть зеленит ну и все наверное на этом дальше нам надо красные цвета поэтому я сейчас заготовил несколько кистей чтобы сразу не портить и вот тот красненький я беру для этого цвета вот как я сказал кадми красный средний либо рубиновый любой либо что-то вот типа этого да нужен цвет тут вот я вижу немножко его и заносим сразу где мы его видим вот на каких частях картины на каких частях работы немножко его сразу так подкидываем вот тут вот хорошее место для него будет за корабликом там хорошее местечко я вижу где-то здесь перед линией горизонта точнее линия горизонта чуть выше нет чуть ниже все так примерненько не бойтесь самое главное не бояться смотрите здесь вот с этой задачей справляется любой новичок абсолютно любой поэтому страшного ничего здесь нет дальше мы можем синий так вот аккуратненько я беру синий синий фц он немножко такой едкий ядовитый поэтому много не берите его сразу берем белило вот здесь вот помешаем белило синий так чтобы он получился примерный как на картинке сразу вносим его в небо и вот так до границ работаем пока до границ так так вот постой не так чтобы прямо одним маслом обязательно нужен нужна красочка чтобы эта краска была без краски никак поэтому сразу вот такие вот такие замесики делаем сюда в небо небо где дальше отходит небо от источника света оно чуть-чуть темнее и также вот вот здесь перед линии горизонта где-то вот надо уже определяться с линией горизонта горизонт где-то будет у нас в этом месте проходить допустим я говорю допустим потому что мы можем сами решить где будет линия горизонта если мы синий вот здесь я вижу такое пятно не просто синее а синий такой испачканный грязный синий вот этот грязный синий нужно перемешать с красным получится грязный синий ну и все вот это вот первая задача для того чтобы подготовить наш холк к написанию здесь вот сейчас я с красным мешаю получается такой грязненький если больше красного я добавлю мы выйдем в коричневые цвета поэтому здесь я сейчас не буду вносить коричневые грязненький цвет синенький ну и примерно все формируем такое вот формируем такую картинку делаем создаваем создавая вот эту форму где-то нужно будет вытирать заново вот я вижу среди там есть еще одно облако тут вот такое перед цветом ну и в общем примерную вот такую форму у вас должна вот такая примерная форма получиться если вы с этой задачей справитесь то все в порядке то значит вы так же легко сможете нарисовать этот пейзаж все остальное естественно я закрашиваю сейчас мне нужно его закрасить потому что так чтобы избавиться вот избавиться от полотна я беру такой вот грязный синий темный здесь же будут все блики потом рисоваться ну и так чтобы мы понимали что здесь находится здесь находится море на этом месте будет находиться морская тема перемешиваем делаем такой замес темный для того чтобы написать светлую волну вот здесь вот где где-то вот тут будет находиться светлая волна мы можем ее так же не сразу не закрашивать сделать вот так примерно для волны оставить место где она находится вот эту часть поделить на 3 примерно на 3 и здесь вот приподнять то есть вот эта волна она будет уходить вдаль поэтому здесь вот идет так как бы вот такому наклону в перспективу уходящую вдаль вот эту часть мы будем оставим не будем закрашивать так сильно вот ну а все остальное можно потемнеть красный синий то что должно получиться сейчас вот такая история должна быть у вас если вы будете писать такой пейзаж все очень так вот легко и просто смотрите пока наша задача именно такая показать легко и просто как это прописать как это сделать другая другая кисть там где я пользовался зеленым ну и возьму этот же самый зелененький вот не страшно что он будет вот таким пока пока вот с этим мы должны именно так делать дальше я расскажу вам что делать с волной и почему она такая прозрачная и почему видно глубину и почему видно все остальное по морю ну опять же таки здесь мы сейчас подождем посмотрим на то что будет происходить с донатами Наталья пишет что он выше линии горизонта не понял по какой причине выше и что что вы имели ввиду Наталья линии горизонта пока я не понял вопрос вот есть две два разных способа один из способов который мне нравится это конечно мастихин я очень люблю мастихин поэтому покажу вам с помощью мастихина вот здесь у нас есть основная постозность вот эта постозность она такая вот грубая поэтому мы сейчас должны перемешать сделать вот такой плавненький переход от светлого к темному естественно с первого раза может это не получиться поэтому мы можем потом прибегнуть к повтору еще добавить каких-то бликов но на вот этом этапе пока вот здесь между двумя цветами я делаю такой перемес перемешивается мастихин лежит смотрите лежит практически не практически а лежит плоско по отношению к холсту как вот утюг как будто мы гладим он прям вот плоско иногда я его выгибаю только кончиком работаю а иногда прям вот плоским таким вот как инструмент использую его для того чтобы избавиться вот от этой пластозности ну и краску естественно нужно как бы вдавить вот так вот в холстик чтобы она хорошо легла забилась везде во все наши во всю ткань вот то что состоит холст он состоит из ткани вот бывает она грубая такая иногда мы не можем забить то есть она поверхностно идет мы должны сейчас справиться с этой задачей чтобы забить для того чтобы если я сейчас начну работать мастихином по всему холсту конечно это будет неправильно здесь нужно поэтапно работать то есть вот у нас есть какое-то красненькое облако значит я я смотрю на форму этого облака и стараюсь как бы его так немножечко эту форму оставить я вижу что цвет вроде бы подходит но там не хватает еще белью поэтому в некоторых случаях надо будет брать еще белье дополнительно вот и то что находится рядом очень осторожно нужно быть здесь может быть даже кисточкой будет получше справиться с этой задачей так чтобы так чтобы не смешать все эти границы так чтобы не посмешивать их так невыгодным способом вот нужно будет очень аккуратно не сразу так вот летим по всей территории работаем так пригранично дальше возьму потом кисть жесткую и наверное еще кисти навяжем на некоторых в некоторых моментах делаем еще такие переходики кисточки вот можно так мастихином также задавать какие-либо формы но то что я делаю мастихином смотрите я все время все время как бы там ни было стараюсь вести именно не носиком а чуть-чуть больше обращаю внимание на стороны мастихина и разложу вот так вот краску гоню и втираю именно вот так вот боком независимо от того в какую сторону идет у меня в какую сторону я наклоняю мастихин все равно я стараюсь как бы вот так немножечко боком тащить краску цепляем и протаскиваем лишняя краска естественно она вот так вот остается на мастихине может быть она будет нам еще нужна поэтому я ее сразу не выкидываю не тряпочку а возвращаю на место на палитру здесь вот эта картинка она именно такая несложная почему потому что мы можем легко желтый рядом граничить с синим ну и страшного ничего не происходит потому что мы в общем знаем что здесь присутствует зеленые цвета поэтому не боимся не боимся есть такие конечно интересные моменты в небе где мы можем сами создавать уже как мастихин мастихин так и потом может быть даже с помощью кисти мастихин он сам по себе такой инструмент интересный что ж такое тут прям терминаторы ездят какие-то машины по улице терминаторы двигаются друзья здравствуйте сегодня тоже палитра скупая нет сегодня не скупая макс сегодня она как раз таки такая вот немножко можно пересмотреть я самого начала рассказал по палитре не хочется возвращаться лишний раз вот я думаю что есть еще то есть есть еще немножко времени у вас чтобы пересмотреть дальше я сейчас напишу небо и мы переходим на спонсорский канал потому что поддержки я пока не вижу и если не будет поддержки то мне просто приходится не потому что я хочу а потому что так вот заставляет жизнь оплачивать коммунальные услуги покупать еду одежду кормить семью вот и только спонсоры будут смотреть сейчас продолжение так как мы не набрали полосочку условия простые вас много я один вы помогаете мне я рисую не помогаете значит мастер-класс остается только для спонсоров те кто помогает все честно все без обид так вот тут я еще сейчас к луне немножечко надо будет там свет есть по отражению немножко света и вот смотрите вот такая вот ситуация у меня получилась у вас она может немножко другой получиться здесь мне нужно сейчас вот этот красненький свет немножко его так помехить потому что он слишком красный а мне нужно сделать более спокойным я беру белило прям вот белило на это на это же место я вижу вот здесь есть например наверное кисточки это мягкая мягкие кисточки синтетики они против шест не работают они не любят таких таких движений поэтому лучше взять жесткую кисть для этих целей и вот жесткой кисточкой мы можем оставляя вот эту характерную характерную линию то есть я не работаю именно вот так не так а именно вот в этом направлении как идет облако то есть у нас есть характер этого облака и так чтобы этот характер не попортить не испортить значит мы его так чуточку аккуратненько вот так в этом же направлении я стараюсь навязать эту краску прямо в облако навязать ее так чтобы оно прямо там было ну и успокоит вот этот красный цвет он мне не он сейчас нам способствует то есть он нам нужен здесь на этом месте но в него нужно еще задать вот этих белых белых цветов потому что он более спокойный был спасибо спасибо всем радости и творчества так вот макс спрашивает по мастер-классу мастер-класс будет продолжен тут же то есть мы дальше мы просто переходим на спонсорский канал я его дописываю рассказываю высылаю спонсорам спонсоры видят автоматом потом приглашение на продолжение мастер-класса ну или те кто сегодня спонсирует нас независимо какой суммы просто спонсируете наш канал здесь вот донатики есть также потом мы связываем связываемся с вами в социальной сети я высылаю вам на ваш gmail то есть нужна гуглевская контакт высылаю вам каждому продолжение этого мастер-класса кто захочет кто не хочет становиться спонсором просто можете небольшой суммой донатить и тогда вы также смотрите продолжение сейчас я еще так вот чуточку красненький нужно вот это успокоить он такой розовый слегка розовый такой цветик появился здесь вот не как здесь прям вот такой насыщенно темный ну и вот там по облакам мы тоже видим что вот здесь тоже присутствует в некоторых местах легкие такие цвета цвета белила тоже можно помешать немножечко вот вот чуть-чуть луна она немножко так отсвечивает вот жалко что не все цвета они так передаются как я вижу камера она все равно так уничтожает эти оттенки ничего не поделаешь с ними так ну и нужно естественно здесь вот такая пушистость нужно сейчас я покажу как делать пушистость пока я без пушистости так и вот сюда нужно еще высветлить немножко вот эту часть так как здесь вот этот желтенький яркий и еще беливая сюда у нашего там чистая они сейчас перемешиваются там где находится луна вот ну примерно можно правее левее без разницы как она здесь будет находиться где-то вот в этом месте здесь будет находиться луна и соответственно вот здесь самая светлая часть вот этого вот этого рисунка ну и соответственно со стороны луны вот там подсвечиваются подсвечиваются облака подсвечиваются вот здесь можно подсветить нижнее облако тут вот как в прошлой картине мы так же писали вместе с вами была сделана одна из морских работ там по облакам также и здесь подсвечиваются именно только вот те участки которые могут светиться ну в данном случае в море подсвечивается волна подсвечиваются горы подсвечиваются все блики на кораблике птички и так далее вот можно еще какие-то такие интересные пушистики запустить сюда это где-то поновыдумывать еще что-то такого своего здесь я вижу больше здесь вот есть какие-то еще оранжевые такие интересные в этом в этом месте их можно добавить вот на самом деле фантазии может быть здесь вот безгранично на любой вкус и цвет можно здесь разыграть эту работу сделать эту картинку поэтому здесь вот пробуйте очень интересно она в этом плане сейчас я немножко по пушистю вот тут есть такие продолжения облак таких таких же пушистеньких вся эта история она движется я вижу что она есть можно какой-то такой немножко ох запачкал сразу здесь люди страшно не страшно пачкается можно сразу вытерть меня на сайте не появится ничего полностью на сайте будет только вы увидите только сейчас вот это начало и все потом потом мы закрываем и все продолжение этого урока и вы видите только только спонсоры но конечно же есть возможность вы можете потом стать спонсором присоединиться к спонсорству и смотреть наши мастер-классы все эксклюзивные трансляции там на самом деле сейчас очень много на канале не только этот не только эта трансляция поэтому уже около я не знаю наверно наверно больше наверно уже 20 различных эксклюзивные закрытые есть что здесь на ваше желание друзья если вам это нужно то конечно же вы должны поддерживать и понимать что наш проект не может существовать вечно за без без поддержки это не выгодно не художником и никому это не выгодно если вам это нужно то если кто-то обучается живописи то вы знаете что живопись при обучении нужно оплачивать либо репетитора либо нанимать художника либо обучаться в каких-то школах где все это конечно не бесплатно дается мы покупаем мы тратим личное для вас время мы покупаем материал поэтому здесь как я уже сказал без обид все честно все по-честному либо вы помогаете и мы продолжаем мы транс транслируем для вас либо мы переходим на плавный катак на спонсорские программы спонсорские вещания вот ну я не вижу вообще никаких проблем смотрите реально же 40 человек даже если половина по 50 там по-любому набираете нужно набрать только эту полосочку она заряжена на 1000 рублей небольшая сумма как только она набирается и я продолжаю я просто продолжаю дальше рисовать как и вчера написали картину и вы увидите тогда все вот такое новое правило новое новшество на канале я просто устал приглашать приглашать художников тяжело мне приходится самому самостоятельно спонсировать наших художников поэтому это все так сейчас все очень сложненько так вот оранжевый оранжевый я вам сказал про оранжевый сделал нужен оранжевый такой вот и он там есть вот так немножко он как бы подсвечивает вот тут чуточку при чуточку есть такое как бы переход с оранжевого красный его немного на самом деле но он присутствует там поэтому немножечко я его сюда сюда в это место весу вот аккуратненько нужно конечно с этим делом не перебить сильно вот ну получается такой вот огонек огонек может быть даже где-то больше желтенького чуть-чуть внутри вот здесь вот по по самому по низу по морской вдали получается что там небо немножко он как горит с этой стороны вот теперь мягкую пушистенькую кисточку берем очень мягкую очень пушистую если вот я возьму вот эту почищу сейчас и немножечко потому что здесь у меня синий а нужно будет убедивыми работать там есть чистый но не хочется потом тысячи кистей потом мне все равно приходится мыть так вот чистим еще друзья там не просто так все по по донатам то есть если вы участвуете еще в нашей поддержке можете еще стать участником картины вчерашней у нас будет розыгрыш на канале прямо в прямом эфире проведем розыгрыш и разыграем картинку который написали вчера по алексею соврасова так ну вот сейчас я начну успокаивать то есть вот нужно чистая кисть и вот эта чистая кисть она сейчас пушистит все я сейчас по пушистю так постоянно вот так вот лишняя красочка она уходит это тоже самое принципе та же самая схема один из вариантов когда мы работаем с помощью мастихина другой вариант с помощью кисти то есть вот такая сильная постойность здесь не нужна и мы ее так некоторых удобных нам случаях успокаиваем пушистим она тут же вот такие протягиваю как немножко проглаживаю немножко в сторону отвожу и получается такой вот некий пушистик пушистая облачка где-то синенький загоняют в облако и наоборот потом где-то облака выходит выхожу облаком на 7 и поэтому получается такой вот пушистая облака так прописывается в принципе все пушистые облака они именно так делаются двигаемся дальше вот и где-то теряется если например что-то у нас потерялось в облаке да значит мы можем вернуться совершенно спокойно потом еще добавляем нужно нам цвет возвращаем его на место добрый день марафон марафон такой тогда сегодня вся неделя будет такой марафон завтра у нас в эфире александр будет александр долинский из алматы прямом эфире пушистим но не забываем все время вот так вот насухо-насухо-принасухо потом по уже завершенной работе когда она написана мы уже смотрим где нужно что-то добавить где убрать уже по самому по завершенной будет больше так видно ничего не хватает сейчас пока только вот так образно совсем в угол я не залезаю там можно еще облака сделать как три трехдимизиональ вывести такой показать еще теневую вот так делается кисточкой но в принципе все все то же самое что я делаю можно также показать мастихином то есть здесь вот кому как удобнее есть несколько вариантов вот один из них я вам показываю вы уже выбираете как вам проще будет и проще справиться с этой задачей вот те облака которые уходят вдаль они естественно принимают форму такую уже коротенькую и становятся короткими и таким продолговатыми так вот чуть-чуть успокаиваем успокаиваемся и потом слышу подписка у нас спасибо за подписку друзьям так вот этом дело можно также чуть-чуть успокоитесь разогнать эту историю немножечко так ну как цирк ложки бьют на улице кроме рыбакопов никого нет церковь колокола бьют так луна естественно здесь можно вот так пальчиком навязать этот свет туда ну и вокруг луны там есть соответственно вот эти вот вот эти цвета без них нельзя оставаться нужно их также зарядить сюда красочка она так немножечко еще перемешается поэтому можно так вот учитывать что будет будет перемешка еще обязательно будет краска будет еще дружить между собой некоторое время пока она не подсохнет ну вот здесь такой легкий замес белила и желтенький получается не чистый такой желтый белила такой светлый яркий желтенький цвет вот этим светлым ярким здесь по краю как раз таки он нам нужен собственно вот тут можно такое знаете как продолжить этот интерес что здесь есть такие вот разводики присветлить немножечко небо же она может быть разным поэтому здесь побаловаться можно все различными оттеночками вы если мастихином работаете главное чтобы мастихин нужно вовремя вытирать иначе можно так вот случайненько совсем добраться до нужного точнее до места где уже нужно остановиться не прописывать в этом месте и потом если мы не вытерли мастихин нечаянно можно испортить это место поэтому здесь вот как-то учитывать нужно этот момент чтобы не попортить все аккуратнее в каждое прикасание каждый отрыв мастихина от полотна нужно все время чистым 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 мастихином возвращаться сюда иначе мы можем действительно так случайненько может получиться что чухами куда нет красочку некрасиво будет так и вот тут я вижу можно так вот поделить чуть-чуть запустить некий такой пушистик сюда так чтобы как можно разнообразить нужно небо для того чтобы было более такими интересней для рассмотрения вот даже можно где-то вернуть назад вот этих алых цветов ну совершенно спокойно вот сюда мы можем даже его почему нет тоже можно желтым не хочется мешать получается персиковый сейчас почище такой потище цветик да как получше будет вот так вот можно даже раздавить вот так придавить немножко разнообразить немножечко так вот где-то она краснеть где-то желтит где-то вот выходит зелененький такой создать создать такую атмосферу нужно я не повторяюсь как на на первой фотографии примерно рисую по-своему я даже не смотрю на ту фотографию много раз поперессовали этот пейзаж поэтому мне интересен он именно с точки зрения того что я все время его писал писали мы школе на него делали ультрамарине а сейчас мне захотелось именно вот таким мы посмотрим что получится уже финале будет видно вот туда под линию горизонта хочется свет такой вот сейчас на свет задам прямо вот так туда под линию горизонта каждый раз вытираем мастихин каждый раз после каждого касания вот и вот эту историю соответственно можно так немножечко сюда продлить по всей линии по всей линии пусть и пусть и пусть и линии и по успокаивать так вот более спокойно сделать вот тем самым здесь вот эти грозовые облака которые находятся время на берег вот эти вот не становятся как раз вот здесь вот между между дальней далью вот то что мы видим вот это вот розовость вдали и тем самым отделили от от моря облака от моря вот на этом месте где-то на этом месте будет сейчас кораблик расположен вот у нас будут здесь птички летать добрый день добрый день добрый день оксана романова оксана у нас у вас номер лот номер 4 мы будем разыгрывать картину написаны на вчерашнем мастер-классе у вас лот номер 4 вот такими можно журавликами разными такими вот как бы в разные стороны поворачиваем мастихий но так вот растирая и получается интересные такие облачка где-то естественно можно пальцем помочь тоже один из способов очень часто используемы художниками всем известный доступный способ пальцем так еще немножечко сюда света сейчас и кину светик так чтобы он так чтобы он тоже от луны вот сюда падает на облако там вот этот светом тоже про высвечивается просвечивается сквозь первое облако проходящие и потом выходит туда можно что еще какой-нибудь для интереса примерно и давайте какой-нибудь розовый вот сюда закинем вот здесь тоже розовые есть еще такие тональности оттенки в принципе даже уходящий такое уже не в розовое а даже фиолетовый цвет переходящий так вот присмотреться надо не сразу лететь быстро и быстро а немножечко так учитывая что можно сейчас так вот еще отходить всегда старайтесь писать не сидя работы делать а именно стоя потому что стоя всегда есть возможность отойти и посмотреть всегда любая работа когда мы пишем стоя она получается такая немножко энергичнее мы можем ее писать все работы которые мы пишем стоя они у нас получаются активнее чем сидя потом сидим и не все видим часто нарушаем нарушаем композицию делаем ошибочно иногда делается не только композиция но и вообще картина пишется ошибочно и в тональности ошибаемся и везде поэтому при не привыкайте если есть такая если нет возможности я понимаю а вот если возможности то если есть такая возможность постоять что лучше конечно стоит бы можно было со стороны еще отойти и посмотреть если хочу облака немножко так разбить но хорошо но все все как-то так в одном немножко его разобью так делю поделим чуть-чуть здесь вот дальше то что я вижу по бликам блики всегда вот самом конце работаем обычно мы начинаем писать без бликов и потом смотрим уже вот где нужен бликок положить куда его до дописать всегда мы уже потом когда общая работа прописана тогда мы уже публикам работаем особенно когда полностью вся картина уже известно стало где что находится и вот тогда мы можем действительно положить на облака блики вот есть облачка например но она такой вот не не активно и здесь не видно где они границы и можно естественно вот так вот по по границам облака высветлить его и показать что да это вот это облако именно оно вот такое сейчас делал это помощь мастихийно сейчас еще немножко я довожу но очень легко делается конечно еще и кистью и соответственно очень легко это делается по публикам уже по сухой работе можно сделать ну можно и так вот мастихийно тоже не тащить и я бы сказал даже вот в доработке в дописке здесь можно этого облака немножко зажелтить вот этот краешек сейчас просто если желтым подойду получится зеленый хотя в принципе реальные сейчас взять такой же вот белила желтенький помешать не получится свет видите свет попал сразу так показывается светом какой-то краешек можно так можно еще его при пушистить тут вот на опять же таки на ваше усмотрение как вам больше нравится если мне нравится острый можно пушистить можно оставить так хорошо спасибо не понял что ну что а понял это по номеру номер лота номер лота номер лота вот так можно чуть-чуть при пушистить такой сделать пушистик вот так вот вот то вот вот что а вот вот и вот вот Солнечный, яркий. Все, что далеко отходит уже от источника света, там более спокойный должен быть. Свет ложится. Вот, еще хочется немножко бликов. Все пока вот такой, грубо говоря, строительной кистью делается. То, что пока написано, строительной кистью. Ничего здесь такого сложного, страшного пока нет. Где-то вот, где-то такая тоже строительная, обрезанная кисточка. Тут вот я вижу, есть отделение такое, и где-то вот такие вот мелкие облачка. Чуть-чуть, чуть-чуть они отделяются в сторону. Все это вот такая вот мелкая детализация. Здесь можно уже, можно остаться и без нее, можно добавить на ваше усмотрение уже. Как выживаете. Ну, разнообразить всегда было хорошо. Еще не было такого, чтобы... Чем больше деталей в картине в работе, тем интереснее работа, тем больше мы можем ее рассматривать. В художественном плане, если... Так я говорю, что, в принципе, вот те облака, которые уходят далеко в таль, они уже становятся менее такими... Менее крупными, если близко может большое, широкое облако быть, то на заднем плане оно такое уже. Продолговатый такой имеет характер свой. Не такое крупное. Так, вот тут где-то еще свет можно на край. Чуть-чуть светом. И так вот плавненько-плавненько нуждаются пейзажи. Не торопимся. Друзья, может быть, кому-то даже пригодится такое небо для истории вашего кризажа. Здесь будет находиться сейчас... С правой стороны это горы. Я беру синий. Вот здесь как раз таки мне очень нравятся темные цвета. Это когда мы получаем из пройси шпрутская. Шпрутская она позволяет более такие коричневые оттенки сделать. Они менее синий. Ай-яй-яй. Стараж не оставался. Я ее возьму. А, ну, наверное, я ее уже израсходовал. Давайте сделаем... Давайте немножко прусской. Прусской она будет красивее получаться коричневого. Либо коричневого. Можно прямо вот коричневого выдавить. Я сегодня не стал выдавливать умбру. Хотя можно воспользоваться, взять умбру и не мучиться. Прямо тумбру. И все. И потом чуть-чуть синего. Я же получу сейчас коричневый. Вы знаете, как это делается легко. Синий и вот этот прусский и красный. Вчера тоже рассказывал по каким цветам. И вот здесь вот этот вот темный. Сначала темный, потом я буду высветлять красным. Чуть-чуть белил. Получится такой красивый цветик. Ну и не знаю. Здесь можно любую сделать форму, какая нам нравится. Из вот этих. Из вот этой. Сейчас вот у меня пришла мысль интересная такая. Хорошая мысля. Знаете, такое приходит в голову, когда. Сейчас я попробую ее внедрить сюда, в эту работу. Здесь же у нас непонятно, что это. Что это за берег. Вот и он может быть. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это много. Это много красного. Извиняюсь. Извиняюсь. И тот я зацепил. пил делил сейчас я его так поиграю с ним вот туда нужно чуть-чуть свет продолжить и вот здесь я сделаю вот здесь я сделаю это линия горизонта будет справлюсь с линией горизонта сразу и здесь я сделаю какую-то такую наверно будет арочка такая можно такое быть вполне возможно смотреть делаю такую арочку и она будет просвечиваться туда море приближе не так сделаю как как на картинке сделаю по-своему сейчас будет интересней смотреться поближе и немножечко так вот интересно будет с такой арочкой писаться вот можно даже отдельно сделать то есть сделать камешки потом здесь вот арочки и потом камешки еще в море уходят и вот такую историю здесь понадумать можно продолжаем записываем горы вот эти вот скалы горы которые сейчас наносятся здесь вот на так вот постой некая решил поменять сделать немножко другую картинку поэтому немножко по-другому у меня смотрятся вот эти скалы горы ну хочется их просто подписать именно такими другими вот здесь нужно занести именно всю темноту вот эта вся темнота подложки она должна быть сначала изначально занесена внесена и вот здесь вот прямо вот так вот сухой точнее можно сухой краской можно вот так вот кистью щетиной прям навязать в эти горы сначала вот эту сделать вот эту форму просто любую можно форму использовать для подложки гор вот но мы должны как бы сначала вот эту всю темноту сделать здесь я решил отделить то есть вот есть море она отделяется здесь вот такая арочка будет так как арочка находится чуть ближе поэтому мы немножко так запускаем то есть вот прям нам от на морскую гладь вот сюда вниз опускаем это не идет прямо вот не по линии горизонта а идет ниже все это дело происходит потому что все приближены к нам ну и соответственно весь берег который к нам ближе становится мы можем здесь вплоть до того чтобы сделать такую лагуну и закруглить все это дело вот здесь еще может быть ближе вот эта гора поэтому все что находится далеко немножко запускаем воду и все что все что ближе ближе к нам соответственно мы разделяем по отношению с линией горизонта сама линия горизонта она должна быть очень плавной там вот практически она смешивается смотрите есть еще такой блячок помимо помимо вот этого розового там можно еще запустить такой такой синенький хотя розовый очень красиво будет поэтому всю линию горизонта мы мягчим обязательно мягчим вот эта часть она должна быть очень мягкая то есть там нет такого нет такой строгой границы ровной есть только мягкий мягкость перехода поэтому либо пальцем либо мягкой кисти нужно все это смягчить вот вплоть до я вам покажу как сделать пальцем например это очень легко делается вот такую мягкую мягкую линии горизонта делаем с вами то есть она очень очень мягкая и вот здесь желательно конечно протянуть ее от начала до конца так чтобы обрывать где-то на каком-то месте будет будет сразу видно этот обрыв ну по-любому мы должны смягчить здесь вот не так страшно на середине потому что там будет кораблик находиться и перекроется вот линия горизонта должна быть очень мягкой также вот здесь и также соответственно на вот здесь вот под вот вот этой частью все что скрыто за скалами у нас такая темная подложка для моря она уже создана изначально для того чтобы мы могли здесь что-то писать лишняя краска она естественно здесь нам не нужно она удалится сразу ее можно удалить и вот это подложечка она тоже темная здесь я оставил сразу место для для волны и как она примерно будет выглядеть здесь на этом месте не так чтобы не высветлять ее очень сильно вот здесь на на передней части также можно будет еще внести всех этих темно здесь еще также у нас есть камень расположены на несколько камней расположенных вот здесь перед волной и их тоже можно здесь порисовать то есть есть камешки и перед тем как будут камни у нас в воде нужно создать такую сначала историю чтобы чтобы была темная подложка потому что на темной подложке мы можем потом что-то рисовать вот от камней может также падать свет я не знаю насколько и приближать может этот угол может быть не стоит и прям до угла доводить тут уже по настроению как вам больше нравится возможно что свои какие-то вот рифы можно сделать не обязательно примут копировать в точности то что мы видим на там на фотографии как-то вот можно легко и по-своему выйти из этой ситуации вот тут какой-то камешек можно на песочке точнее там еще водичкой водичка она так вот льется сюда вот и она также там вся подложка синие зеленит то есть там есть такой некий между синим и зеленым цветом но мы начнем рисовать все равно по этап на море начиная с задних планов задние планы у нас есть просто мы у нас есть не это синий синий фц и сейчас я верну его еще он не пропал немножко синие фц для того чтобы там смешать еще нам нужно также для этих целей вот здесь я возьму краплак краплак синий фц и получим такой интересный сейчас замесе где-нибудь вот здесь делая он немножко такой красный должен вот с добавлением белил все это будет сразу понятно что это за цвет примерно он вот такой фиолетит у нас и естественно нам нужен вот этот темный и немножко немножко чуточку белил там вот по по луне вот здесь внизу будет самый яркий источник у луны значит по морю я запускаю вот такую вот полосочку мы делаем она может у нас таким вот неким неким образом просвечивать всю подложку то есть подложку мы не закрашиваем полностью мы делаем вот такие штриховательные движения так чтобы море было интересным на заднем плане вот я переворачиваю кисточку здесь вот за волной там есть еще одна волна тем как вторую волну рисовать сейчас я все подготовлю здесь конечно же можно немножко припустить будет не обязательно так сильно дотаскивать вот края все края вот здесь по центру у нас есть блик естественно там этот блик будет оставаться морской вот здесь я возьму потом потоньше кисточку делаем уже темные все темные вот я сейчас беру набирая прям темную краску опять можно вот здесь от краешки моря ввести назад вот эту темноту сделать уже волнит волнение само создать на море таким образом и вот здесь под под скалами за скалами вот то что то что находится непосредственно здесь темноте мы можем также создать здесь такую в атмосферу темная более темную чем на фоне луны и вот так в правую сторону немножко я сдвигаю эту темноту для того чтобы есть такая некая все равно тень тень от падающих падающего вот этого от камня и тень падающая вот от всей этой скалы море мы вот здесь более такой плотный синий тоже возвращаясь сюда на это же место и нужно будет обязательно вот коричневый коричневый синим получить такой вот у нас пруская есть коричневый синий пруская и здесь под волной нужен глубокий темный темный цвет вот сюда уходящих камень так чтобы волна была показана именно со светом и с глубиной вот глубина там уже не просвечивается туда уходит море под волну и поэтому мы не видим туда вот где-то там песок может смешиваться поэтому легко вот эти дела могут немножко так коричневить синить коричневый где-то вот может быть даже очень темным быть вот я вижу например вот на этом участке там очень темное место дальше что нам понадобится вот здесь за за камнем такая же история потому что здесь падает свет от луны и все что происходит за камнем тоже очень темно здесь мы легко можем это место сначала затемнить вот так вот вот весь этот угол в принципе он становится у нас темненьким ну и что там вот где песочек у нас будет находиться здесь тоже так вот она особо не не светлое место немножко так можно поперемешать можно с зеленцой так немножко суда зайти вот это место чуть его как без бликов пока сделать вот сам центр сам центр вот здесь у волны он тоже смешивается поэтому я здесь добавляю зеленого центр и и есть еще как я уже сказал там вот на заднем фоне есть тоже еще одна волна она не такая конечно же как вот здесь поэтому мы сейчас напишем сначала переднего но потом посмотрим обрушены и и и посмотрим что делать на заднем фоне возможно и высоко взял поэтому здесь немножко пониже будет и сам подъем будет не может быть не напротив а вот здесь где-то будет сам подъем подъемчик сделаем и потом постепенно вот так у нас на спад пойдет вот сюда будет падать волна вот здесь сбивается она такая пенка получается и потом происходит взрыв он весь взрыв будет и дальше опять пенка ну в общем вот такая история 10 сама история светлой волны будет проходить именно вот в этой части поэтому все остальное мы можем сказать вот 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 мы не забываем что за фиолетовым у нас есть еще и свет падающий от самого от самого блика по по вот этого по вот этому месту здесь падает блик конечно на на море и вот этот блик его нужно тоже будет показать что он там есть вот так вот его немножко развить в разные стороны это такая розовая красочка красный с белилами может быть взять даже не такую кисть как у меня это грубо грубовато и немножко взять уже по получше помельче кисточку чтобы можно было поточнее прописать это дело так так ну и хотелось бы вас поблагодарить за вашу подписку за вашу поддержку друзья очень помогаете нашему каналу за счет вашего спонсорства наш канал существует так и там вот как я сказал там есть делится на две части поэтому первая вторая часть сейчас мы здесь подойдем сразу на вот этой розовой красочкой подойдем сюда ох к волне поближе поделим разделим там еще есть одна волна поэтому ту волну вторую мы тоже нарисуем она чуть дальше расположена и вот между между этими волнами есть конечно вот это разделение разделение этих бликов так чтобы нам понимать где на месте кораблика там тоже будет немножко так в тени скрываться сам кораблик поэтому ну ладно да доделаем уже потом по бликам в самом конце часто сразу вот этот зелененький сразу этот зелененький нужно закинуть туда в морскую волну на втором плане она менее такая яркая поэтому но тем не менее она там есть она есть перед началом корабля вот здесь вот этот вот зеленоватый оттеночек в заднюю волну мы должны также внести зеленый можно с белилами взять в принципе вот и так же волна вот здесь становится немножко шире с этой стороны и имеет также направление немножко сдвинутая то есть не не строго поверх по горизонту идет а немножко такой вот в частности заваленная такой в левую сторону вниз и вдаль уходит волна менее такая крупная спокойненькая такая вот и сюда выходит уже больше такая крупная также под волной мы видим наблюдаем вот здесь вот здесь под волной есть теневая ну так же как и первые волны соответственно у второй волны та же самая история заносим эту теневую вот пока вся работа делается как вы видите она делается только строительной кистью я вот сейчас пользуюсь строительной кисти больше пока ничего нет ну и собственно она не сложная по сути но главное понимать где внести какие оттенки и здесь мы конечно же понимать должны то есть чем по сути своей вот здесь волна она самая светлая в этой части так как здесь падает свет от луны и поэтому вот эту самую часть мы ее высвечиваем сначала есть вот такая простейшая ситуация сейчас вам покажу и вы поймете как писать в принципе как пишется волна и здесь вот эта волна она как бы вот из-под плоскости вот так встает и потом на вот этом месте здесь она переворачивается а здесь часть она начинает только только развиваться поэтому нее есть вот это направление это мы должны вот это направление задать и то есть где-то мы идем вот этой волной работаем именно вот так в этом направлении потому что Tous Gebей смаз с править любую встает и происходит переворот волны вот особо мы конечно здесь здесь есть светлый вот этот фон у него не трогаем чтобы не попортить возвращаем его на место и он самый светлый весь вот в этом на этом участке самый светлый поэтому аккуратненько так вот с кистью вот и чем дальше мы отходим потом по по мере продвижения мы идем уходим от светлой части и вот глубина следующей волны она уже менее прозрачна то есть она есть и она имеет прозрачность она также светится она еще не перевернулась но в этом участке уже меньше света то есть вот на данном участке здесь свет пропадает поэтому нужно перемешать вот этот вот освещенность и вот сюда в край мы задаем уже более такой спокойный темненький зелененький почему зелененький потому что вода в общем конечно не такой освещенность именно такую лишнюю краска мы убираем и нужно перемешать вот этот вот это зеленое состояние сейчас нужно также перемешать по границе с синим это тоже одно из условий обязательных чтобы получить реалистичную волну может должна быть у нас реальный реалистичный для этого вот здесь на этой границе мы также работаем вот с этой подложкой она здесь темная такая вот это темную подложку мы плавненько поднимаем сюда в зелененький особенно вот здесь в самом конце здесь больше больше так вот темноты вот ну и делаем не вот в этом направлении а именно в направлении поднятия волны вот как полна поднимается как мы ее поднимаем так она и идет в этом направлении далее нам понадобится свет и точнее освещенность и вот здесь за волной естественно есть тень вот эта тень она никуда не девается и вот эта тень она должна быть дальше продолжена то есть на этой теневой мы будем сейчас прописывать еще пенку поэтому саму тень нужно доложить еще за волной чуточку доложить вот сюда избавиться от этой постозности и как только мы избавляемся от постозности мы можем на этом месте уже прописывать и работать другой краской иначе постозность она просто напросто будет нам мешать вот собственно простейшее правило для переворота волны здесь вот где идет переворот там уже там есть просвет потому что свет попадает под волну она светится и там тоже возможен просвет но он такой более глубокий синий я добавляю в зеленый получаем такой немножко немножко такой темно-зеленый вот и здесь вот здесь на этом месте где идет переворот оставляем место для пенки дальше идет переворот и вот этот переворот его видно что что там есть темнота здесь нужно такую вот дугу сделать как улыбку вот этой улыбочкой такой вот вот такая улыбка она будет дальше есть еще одна улыбка но она более светлая она вот здесь состоит там я вижу что она светится вся прозрачная художник показывает прозрачный и здесь мы тоже показываем показываем вот это место даже практически вот такой же такой же цвет мы берем для этих целей там где будет пенка давайте добавим вот сюда тут желтенький перемешанный с зеленым такой интересный цвет получается вот ну и доработать вот здесь все можно доработать еще будет дополнительно в конце уже когда мы будем прописывать волну вырабатывать тогда мы здесь можем еще высветлить особенно вот крону саму по волне там я возьму мы можем уже потом взять будет мягкой кистью и прям вот больше желтого сюда больше белье сюда еще белье возможно вот желтизной такой и получится такой вот он очень 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 вот такой вот салатовый такой яркий весит на на месте в уме вот там начало вот этой вот начало истории этой волны вот здесь можно конечно же еще немножко так высветлить чтобы чтобы загорелась эта волна и вот так аккуратно вытирая кисточку продолжить немножечко и плавно вмешать ее вот в это состояние сюда вниз уже получится довольно таки интересная и прозрачная структура волны мы тем самым мы увидим что идет цвет именно вот с этой стороны вот теперь по всей макушечки по волне сейчас можно мастихин взять принципе неважно как мы здесь покажем можно мастихином такой вот вот такой цвет берем как вот здесь желтенько беленький и как бы вот здесь на самом где поднимается вот эта кронка волны мы можем вытащить вот моя с помощью мастихина вытащить вот этот светик ну то есть как бы как бы здесь идет у нас еще свет не хочет писаться ладно 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 возьмем тогда тогда возьмем вот такую кисточку попробуем попробуем уже чистым светом поиграть с кистью ох не хочет она опять надо выдавить новый я стал выдавить чирбиньо 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 ну и здесь конечно же есть крон крона вот на самой волне вот так вот на кисти у меня набрано очень много очень 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 много где будет сама освещенность вот я поворачивает протаскиваю кисточку поворачиваю и стягиваю вот этот брик будет у нас таким именно таким именно постозным вот здесь до начала вот этого спадания волны и сейчас я успокоил немножко мастихином потому что мастихином почему-то не пошло 10 более спокойный он в этом в этой части нужно все время кисть вытирать чтобы можно было положить эту пенку так и берем мастихин за волной мы сделаем еще темную чуть-чуть а вот здесь нужна эта пеночка и и надо так немножко при пригладить пригладить так поверхностно аккуратненько может быть даже подождать до высыхания и потом когда уже краска начнет подсыхать она будет вот так тянуться и рваться это будет больше даже похоже на на схожим с пеночкой поэтому вот в этом плане здесь конечно торопиться можно не торопиться можно совершенно спокойно дождаться этого момента и потом легко доделать под пенкой естественно мы забываем что под всей пенкой есть теневая и вот эту тень потоньше кисточку и синенькой красочкой вот такой можно можно ее даже немножко причернить я посмотрим насколько это будет ну да вполне вполне можно немножко фрицы можно даже вот сюда взять вот этот вот этот фиолетовый он тоже очень хороший такой будет темный синий и наверное даже получше будет вот под всей пенкой вот это идет идет тень она там есть про нее нельзя забывать и ее можно не протягивать полностью вот от края до края а именно только частями вот где где основная основная тень идет там прописать и где нет там не трогать конечно вот и она такая вот тянется и выходит не по прямой не вот как идет такими вот зигзагами здесь то вверх поднимается то вниз кисточкой 7 прокручивая так чтобы стянуть эту пеночку вот и она дальше продолжается под пенкой вот здесь вот спадает основная пенка она такая сейчас ее можно сделать синий фиолетовый такую вот такую прям немножко только с бельями вот хороший цвет будет вот вот сейчас доберемся до этого цвета немножко добавлю белью здесь конечно уже нет да это вот еще нам нужно такой интересный цвет создать чтобы испачкал как не тем чтобы он был между фиолетовым и синим вот смотрите между фиолетовым и синим так вот аккуратно так вот создаем такой вот примерно вот такой цветик вот это вот этим цветиком начиная вот отсюда где спадает пенка вот сюда задаем весь вот этот цвет вот так вот прям вносим его туда можно мастихином очень удобно прямо будет задать можно сначала даже высветлить а потом вот смотрите я задаю сейчас мастихином и он у меня так постепенно начинает смешиваться я сейчас посветлее возьму потом притерню чтобы было удобней навязать сюда вот такую надо такой вот эту улыбку нужно обойти обойти вот эту улыбочку сделать и вот здесь вот приподнять такой же улыбкой то есть мы улыбочкой вот это идем 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 и делается такая улыбочка то что туда попадает немножко зеленого это не страшно сейчас я лишнюю краску по убираю по вытаскиваю и тогда все получится до камней нужно довести вот прямо до камней суда до камней и смотрите этот цвет он обязательно незаметный он не должен быть одинаковым одинаковым как белила вот он должен он должен быть вот таким вот таким вот синий ким синеньким синеньким фиолетом таким вот по кронке там пойдет уже вот здесь по кромке пойдет светлый лишним здесь также убираем прямо убираем потому что не нужно внизу можно оставить потому что здесь идет свал волны она сваливается и поэтому там получается такой цвет вот и загоняем еще может быть даже попробую жесткой кистью не хочет у нас сразу так вот сразу не хочет она надвигаться не позволяет тебе я возьму сейчас наверное ультрамарин все-таки возьмем ультрамарин ультрамарин хороший цветик такой и попробует сюда да наверное марином ультрамарин белилами будет неплохо это за место сделали вот ультрамарин белила смотрите он самый такой подходящий для этой пенки на вижу сюда этот цвет без смотрите без освещенности то есть вот здесь нет никакой освещенности здесь есть только вот этот вот эта пенка она не совсем светлая она точнее вообще не светлая на вот так вот с ультрамарином сейчас я еще одна между вот здесь здесь не должно быть никакой зеленый здесь все спадает и вот эта пенка она она продолжается вот сюда продолжает идти полностью надо все забить вот этим делом перед камнями еще даже притемните и надо потому что она очень-очень такая светлая здесь сейчас сейчас друзья здесь надо будет несколько раз она не позволяет мне сразу ладно мы не будем заставлять не хочет она сразу мы будем выбирать и заставлять ее сюда укладываться нужно ее заставить вот хочешь не хочешь иначе у нас не получится мы должны заставить залечь я возьму сейчас наверно почищу кисточку чистый еще разбавлю может быть даже стоит это место сначала вытереть чем заносить потому что вот это все она сейчас перемешивается и получается у нас не тот цвет который нам нужен а нам нужны не такой чистенький сюда такой журавлик нужно получить здесь сейчас давайте я возьму фэкс и что у нас получится фэкс и белилами такой хороший голубенький еще раз я его сюда вот этот мир еще больше нравится замечательно прям замечательно такой цветик он очень хороший будет да возьмите вот этот цвет вот этот свет и здесь получается значит такая история отсюда вот этот вот поднимается и поднимается дальше вот этот гребень будет продолжаться уже по пенке сверху на со стороны освещения а здесь у нас нет освещения поэтому мы идем на вот этой краской белила 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 с специей помешал делаем такую вот сюда подложку сначала вот но она не светится естественно здесь нет никаких просветников здесь есть только вот это фэкс и белила пока без бликов без бликов друзья забыли о бликах навязываем вот этот цвет если он сейчас у ляжется на это место то все значит мы справились и потом потом покажу сейчас по бликам как вот и здесь естественно у нас еще огибает у нас есть камень сейчас вот и опять я немножко намешаю этого цвета и у нас это пенка попадает сюда вот на камень она попадает и среди камней она вот сюда вылетает то есть вот здесь дальше на продолжение и дальше вот тут имеет продолжение где-то может быть она еще выстреливает среди камней вот ну и по мере продвижения она конечно теряет цвет теряется цвет огибает камни и более такая глубина появляется тени поэтому она так постепенно теряется теряет свое освещение вот без за камнем так еще и немножечко здесь не сумею вот но она здесь тоже внизу вот эта улыбка она может ломаться потому что тяжи спинки понятно что здесь вода и она может вот такая быть сломанной здесь у нас идет преломление уже такое вот это мне состояние сейчас уже практически нравится дальше есть освещенная сторона опять же таки я беру также берем свет и светом уже по свету играем здесь вот мы можем взять светленькую сначала там она перемешается все равно зеленый синий и вот это вся вся волна она естественно продолжает она идет сюда и тут у нас есть смотрите у нас уже она бьется как бы бьется поэтому мы тянем ее не прямой а тянем так вот много многое набираю на разные стороны мы и и вот так вот тянем прокручивая кисточку естественно она прокручивается и я витаскале вот сюда свет вот здесь вот свет смотрите самый основной свет со стороны именно со стороны луны он попадает вот сюда и вот здесь на месте ко мне будет естественно вот этот плеск плеск воды вот эти брызги они находятся именно здесь на этом месте здесь еще идет у нас переломный момент то есть у нас есть наполовину может свет сюда где-то среди где-то среди волн входить ну то есть не полностью мы обеспечиваем вот это вот пятно а это пятно она именно делится на свет и тень там разные разные есть просветики где-то вот под под самой пенкой есть темнота то есть мы сразу показываем отделяем отделяем брызг отделяем темнотой более глубокую темноту и можно даже выводить вот такие вот разные истории потому что там бурление воды перемешка вот это идет также вот здесь под пенкой идет вот различные такие то есть это не не одно состояние ни одного цвета различные цвета здесь смотрите я беру я беру вот такие вот уже и переходики делают почему потому что это не просто пенка одним пятном рисуется там много пятен вот под пенкой там основная тень это понятно эту тень оставим не сделаем он должна быть темный там дальше продолжаем всю историю там будет вот здесь будет плеск воды а значит за 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 плеском будет у нас глубокая тень поэтому вот эта глубокая тень она здесь также также вот преломляется пеночка различная такая перемешанная здесь вот она может даже смешиваться с землей где-то вот внизу уже песочная такая быть на самых таких вот где-то кронах где-то может конечно блик еще вот дальше продолжаться потому что здесь спадает вода она как бы брызжется и все вот это вот такое ну и конечно может куда-то сюда блячок на дальние вот сюда в дальнюю пенку где подпрыгивает водичка она может тоже там где-то выскакивать также беру темненький фиолетовый вот этот фиолетово-синий ну и где-то под источниками пенки где очень много белой пенки там где она скрывает солнышко там может тоже быть такое вот состояние не попадать туда свет поэтому там есть вот эта тень поверху вот там идет водичка где начинает сваливаться и она тоже светится я соберу все время беру она будет перемешиваться еще красочка вот здесь вот смотрите по верху по самому верху здесь кое-где есть еще она хоть там и обрушается но есть светлая водичка вот делаем такую подложечку мы делаем сразу намек в какую сторону идет то есть вот здесь вот идет именно в эту сторону свал воды она сваливается в эту сторону и сваливается видно еще прозрачность и и поэтому поэтому я беру помимо светлой еще вот здесь вот зелененькой добавляю для того чтобы видно было что она еще там вот в некоторых местах имеет такие просветки но направление именно свала идет сюда также такая же история здесь с этой стороны берем свет берем берем красочка та которая может там вот быть такие там тоже идет свал в принципе водички и она тоже там бьется у нас есть там смотрите там есть у нас тоже такой интересный момент где очень так вот интенсивно высветлено немножко желтенькое с белилами это место оно там просвечивается и частично мы видим что очень такое интенсивное свечение по отношению вот к этой пеночке есть на этой стороне практически она напоминает вот этот цвет вот под пенкой там видно что есть также теневая вот мы на пенке можно еще так показать несколько несколько ударений поставить сейчас вот здесь уточню это место но перед тем как написать буйство и вот взрыв этой пены конечно же сейчас мы сначала поработаем вот здесь вот над над скалой как только будет написано скала пальцем очень хорошо успокоить можно все вот это вот все постойность все убрать эту постойность сначала и вот когда постойность любви нет легче прописываться легче пишется сейчас обличками еще сделаем пару бликов так чтобы было понятно что это объем вот и откуда падает свет это вот в живописи это самое основное конечно показать свет и показать тень когда это сделано когда мы с этим справились значит все нормально здесь много очень в этом камне есть камнях много я не повыбирал нужно то выбирать постойность она не должна быть слишком постойная такая легко было писать вот это пенки водички чищу кисточку для того чтобы взять сейчас нам нужно будет коричневый такой можно получить красный с желтым даже оранжевые вижу нет в некоторых местах живят такие камни то есть можно взять желтенький с красным получить такой цвет а можно добиться чисто коричневого добавив туда немножко немножко синего прусской и получим прям идеально коричневый чтобы добиться но если у нас коричневый темный как вот умбра коричневого а есть такой как марс коричневым можем получить то есть два оттенка которые будут очень хорошо здесь камнях играть ну и есть освещение пусть оно будет такое немножко немножко рыжить я думаю что будет красиво такое вечернее вечернее состояние такое создаваться очень-очень такое по бликам по бликам здоровская можно конечно немного испортить белилами вот это вот это вот место и получим тогда тоже неплохой цвет он будет напоминать главное чтобы не попался синий чтобы не было зеленых вот можно сделать такие вот коричневые тоже они будут ой точнее серые цвета они тоже будут в камнях неплохо вот такой серый как мы вот на прошлом позапрошлом писали мастер-классе где где использовался именно этот серый цвет для для камня разные разные цвета в общем есть камень есть это вот структура и есть со стороны главное со стороны чтобы на камне со стороны темноты не было слишком ярко вот можно показать на камнях интересные фигурки пока я точно не определился нужно ли это нам такой блик теплый давайте сначала по пусть серым а потом решим что туда нужно нам больше такой тут также эти камни они светятся немножко подсвечиваются поэтому не оставляем со стороны вот здесь вот теневой можно немножко высветлить сереньким а вот на самый бличок все таки я туда положу тот светик сейчас я его поищу поищу наверно все таки красный коричневый смотрите уже нет у меня место где точнее красный синий больше красного чем синего и белила белила получим такой коричневый сейчас я сейчас больше красного такой коричневый напоминает марс коричневый вот наверное таким цветом можно еще белил кстати еще можно сюда белил где-нибудь вот тут мешаем ну вот в общем здесь смотрите хорошие цвета для камней получаются есть как теплые совсем так и более холодные цвета так ну и по укладывать вот эти кирпичики так вот можно с помощью мастихина сначала сделать напоминание такой скалы и обязательно нужно сделать как бы объемчик такой у этой скалы то есть вот так вот немножко кончиком так сместить мешать вот это вот дело дальше сюда в скалу чтобы получить такую некий некую форму создать у этой скалы сверху она светится потому что есть источник света и можно даже блинком еще сильнее усилить вот а внизу здесь она уже соответственно сюда не попадает свет и там естественно ничего нет вот такую форму сначала так же вот эта форма у на вот этих камнях здесь тоже она может быть легко и этот же самый светик можно даже немножко красноты еще взять только на на левую часть я делаю для того чтобы понятно было что свет именно только с этой стороны вот и весь объем камня нужно будет также плавненько можно кисточкой успокоить чуть-чуть плавнее его внести сделать плавный такой переход плавные истории ну пусть там где-то остается такие блики тем не менее плавно можно так его в темноту вносим и получается что у нас камень светится только только со стороны света источника цвета так вот аккуратненько рисуем камешки вот правую часть очень красиво если мы в ультрамарине ведем вот возьмем ультрамарин немножко немножко белил чуточку совсем и там такой белячок ультрамариновый из-под из-под тени вот сюда да из-под теневой из-под теневой вот оттуда таким вот ультрамариновым цветом немножко его он будет очень симпатичным так подглядывать проглядываться здесь этот цвет сейчас я еще гляну также ультрамариновый оттеночек можно внести вот где-то в теневую вот здесь холодность такую в камне все что можно сюда на задний план не оставлять эти скалы просто так беспризорными но там может быть там может вот такой вот ультрамарин подыгрывать в темноте перед перед самим уже на самом море мы можем потом делать сделать волнение и она тоже так чуть-чуть светится и так же вот смотрите скала с этой стороны там тоже падает блечок света немножечко мы ее с этой стороны высвечиваем может даже быть где-то краешек камня на этой стороне вот так плавно вносим этот цвет выгоняем сюда на эту сторону то есть он рассеивается и подсвечивается менее сверху больше снизу здесь есть попадает свет на скалу вот внимательно посмотрите где больше блика где успокоить такое вот нужно состояние сделать узковые где-то вот даже я сейчас возьму источник такой совсем светленький по бликам и можно такой вот даже розовые сюда вот розовый подойдет очень так аккуратненько с розовым белье вас розовым только на некоторых местах можно такие актуальные блики потому что скала они также имеют разные разную форму и вот так чтобы не забить не перебить с этим механизм аккуратно дальше по морю морской блик и так же как и пенка она может имеет такие сплески вот там так как мы весь пейзаж приблизили и все возможно что вот на вот здесь на море где-то с краю возле камней со стороны света здесь бьется морские волны о камни и там может быть такие конечно волны которые поднимают брызги также вот здесь за за скалой ну и более спокойный в синеве вот здесь уже скрытый вот на теневой стороне там тоже есть плески вот такие возле возле берега возле скал ну а не менее такие светлые здесь вот более спокойные конечно нужно сделать это все то что находится в теневой там не обязательно можно сделать светлыми тонами сделать просто намек на оболнение морское вот теперь переходим вот здесь за волной надо было сразу не взять спокойную кисточку вот этот фиолетовый я уже говорил фиолетовый цветик сейчас я верну назад здесь вот он за находится за волной публикам тоже нужно будет еще публикам тоже нужно будет еще вернуть иглики надо будет на место вернуть так беру берем белила берем белила белил нет белила и вот этот вот этот цвет этот розовенький цвет теперь со стороны луны нам нужен вот этот светик естественно он должен бликовать и отражать всю морскую гладь там где есть морская гладь где есть отражение от прямое отражение от лучей источника света луны там нужно положить эти светики и так вот от центра продолжить все эти отражения немножко раздвинуть их и продолжить в разные стороны по мере конечно успокаивать их по мере удаления от центра там чуть-чуть успокаивать и уводить уже в такую более спокойное состояние только в центре могут быть такие основные основные цвета там где источники вплоть до вплоть до самых таких ярких бликов прямо вот прямо ярких при ярких здесь вот по центру они особенно такие светлые белила белила опять ушли ну что давайте тогда я почищу для того чтобы было место в начинниках место на палитре нет и все тяжело иногда беру палитры такие же вот у меня сейчас 30 на 40 иногда хватает иногда нужно две три палитры какие-то типа или взять большую в некоторых случаях большая палитра очень удобно так час у нас смотрите там уже готова задняя скала можно сделать вытащить там уже по бликам там же сам этот плеск немножко я выдавлю здесь уже на самом деле остается не так много передняя часть немножечко по источнику здесь по самому источнику луны вот такие такой ночной пейзажик поэтому здесь вот эта краска которая будет еще перемешиваться между собой я беру сейчас чистый белил и но они все равно друзья они будут немножко так при высыхании знакомиться с соседней красочкой поэтому она немножко она будет успокоена со временем тут на этой части вот то что пастозненько получается это не страшно теперь светлые места они могут быть совершенно спокойно пастозно лежать вот и там есть принципе на на самой вот этой кроне вот этой волны тоже на второй волне более такие яркие яркие блики солнечные но и точнее не солнечно лунные играющие на свете на свету на свету вот такое море получается где-то у нас скрыто где-то с таким вот ярким бликом но эти блики по возможности когда мы удаляемся они становятся такие уже более спокойные вот здесь вот например по волне можно угомонить так немножечко выношу и назад где-то вот чуть-чуть чуть-чуть вот это зеленого цвета здесь вот хочется ярко зеленого на со стороны со стороны на стороне вот луны ну и тем самым мы сразу покажем что там тоже есть волна она поднимается ее можно кстати чуть-чуть приподнять побольше сделать где-то может быть вот тут еще приподнять такое сделать поинтереснее не как на картинке а так немножко по-своему интересно доложить интересы здесь хочется немножечко также можно вот где-то там возле камня вот тут бьется может быть волна и она тоже может немножко светиться вот там вот здесь может светиться волна вполне спокойненько так если там есть волна вот здесь если она поднимается то в этом месте она тоже может быть такая прозрачная менее прозрачная менее прозрачная может быть где-то вот 9 на но вот этой части но не оставляем полностью без внимания то есть у нас периодически море то там плески не то там сплесняться где-то волна где мы можем так вот чуть-чуть поиграть волнами вот тут вот можно даже свободненько так где-то на свет попадает волна сейчас немножко ее также повеселить это место где-то где-то может быть такие плески на задних планах вот тут не сильно конечно не увлекайтесь ими но на самом деле можно немножко так вот зеленый периодически так вот по по морю пройтись некоторых местах не сильно их удаляя только на передних планах вот ну и что что у нас тут есть на сегодняшний момент давайте попробуем тогда публику здесь основной блик и он светится и он и вот эти брызги брызги они здесь есть и они на свету вот здесь вот самые такие основные брызги сейчас я попробую их так вот периодически надо отходить чтобы их правильно показать брызги лучше всего прописывать как я всегда говорю на второй третий день уже после того как у нас подсыхает вот это место и на этом месте мы можем такими прям вот интересными точечками все сделать такие брызги брызг иногда тоже есть такой характер своеобразный это тоже нужно понимать свое направление именно имеющие вот ну и где-то надо конечно синенькие такие и не все брызги у нас совсем светлые есть и такие вот вот мере успокоения вот где-то здесь внутри уже их можно более спокойными синенькими брызгами показать они все равно бьются оками и могут даже где-то просвечиваться все возможно вот там нет на самом деле как это может быть вот бьется сюда пенка идет и надо показать что она тоже здесь от камни ударилась и посмотрите вот есть такие брызги вот там на той картинке нет а на этой все возможно что брызги даже и здесь есть то есть везде могут быть брызги на свету если свет сюда попадает то вполне их можно такими светлыми если не попадает значит мы делаем потемнее их ну и каждый у каждой у своих о господи у каждой у каждого плёска есть также теневая то есть мы можем вот эти вот брызги также и в тени вводить здесь может быть может такие же брызги быть только из темной краски вот вот и желательно брызги очень хорошо все время пишется если если их мастихином так придавливать чтобы это не было такое прям затыканье вот такого как вот как вот такой игольчатости сильной немножко можно их пригладить вот здесь конечно задача такая чтобы мы могли спокойненько так вот показать что там есть как дым дымком таким немножко потому что создается ощущение как будто это как как вот как пар не просто яркие яркие такие вплёски брызги а вот именно как спокойные такие как вот от кастрады мог идёт там же нужно с брызгами быть аккуратненьким не переделать их пока все так очень вязко дождемся тогда здесь немножко дождаться надо не страшно вот что там еще есть в волне волне есть такая вот интересная штука попробую вот эти вот есть такие прожилочки сейчас я возьму покажу вот этими прожилочками что волна она переворачивается и вот это вот состояние вот этих прожилочек оно как раз напоминает этот переворот в какую сторону мы можем задать показать что здесь вот именно вот в этом направлении гнется гнется волна очень аккуратненько так вот вот вы не перебиваем так очень сильно загибаем эту волну здесь более спокойно уже так вот в этом направлении еле-еле такие заметные и вот снизу берем уже можно вот так с ультрамарином такую синенькую здесь есть конечно пенка давайте перед тем как положить пенку до дорисуем вот это место зададим спад волны и вот здесь на переднем плане у нас конечно ничего не готова поэтому давайте его добьем до финала положим сюда также свет тень так чтобы уже здесь тоже был было понятно что здесь происходит вот нам нужно мешать фиолетово-зеленый цвет но в общем тут все у нас есть мы можем взять любой цвет вот это синий зацепить вот фиолетовый зацепить вот этот весь есть принципе которая нам может пригодиться вот так вот вот такой потом захватим сюда же зеленый помешаем не знаю насколько он получится он может не получится именно тот цвет который хочется хочется что-то вот типа только вот типа такого да сейчас попробуем вот неплохой будет в принципе подходить да я думаю так я думаю так вот этот цвет он как раз подойдет сюда и вот этим вот этим цветом нужно задать что здесь вот есть плоскость смотрите вот эта плоскость и у нас есть краешек край край вот этой волны которые он прям подходит сюда на самый край наступает поэтому мы сейчас вот это все собьем вот этой пеночкой так так и сюда можно и я прямо внедрить такая вот у нас получается так вот вот так вот по краю идем самое главное с краем сейчас определимся потом весь свет на край нужно еще ну не вся эта плоскость она естественно вот она вся здесь здесь у нас также дальше идут дальше идут больше наверно желтым где-то намешать и белилами сейчас красный такой вот такой вот даже больше наверно еще светлее вот такой да больше подходит кстати я так примерно смотрю подсматриваю что можно даже еще белило в некоторые похолодить вот и тут есть вторая волна она ближе сюда находится и у нас есть у второй волны она немножко светится здесь сейчас я пройду сначала по краям а потом внизу мне на самом деле удобнее другую сторону выписывать если бы в ту сторону ну ладно как то здесь тоже придется с этим справляться вот и нам нужен основной это край край волны который светится здесь вот тоже мы можем его немножко так краевал не присветлить только краешек до сейчас еще раз доработать дужать вот этот край к мастихину нужна некая такая привычка если мы ни разу не пользовались не умеем то конечно тяжело мастихина будет справляться с этой задачей ну и тут что сейчас я немножко где-то усилю еще можно усилить такой вот добиться немножко синевые сюда ох это многое сейчас синевые вот между между зелененьким и синеньким такой вот сделать больше белец будет подходящий принципе для пенки у нас есть везде на на всей этой плоскости лежит такая еще пенка и вот с этой пенкой нужно нужно потрудиться в разных в разные стороны вот так вот может быть где-то она касается где-то нет мы задаем такие особенно вот здесь по краю основной край конечно здесь он немножко засвеченный светится где-то проходит пусть проходит к нему вот ее нужно будет просто развить дальше вот эту вот историю внедрить вот эту вот пеночку дальше размыть часа возьму еще поменьше это вот такая вот неудобная кисточка с ней на самом деле не совсем удобно вообще я сказал бы неудобно иногда мастихином даже выгоднее смотрится просто мастихином когда мы делаем чем кисть которая буксует и вязнет ладно еще раз еще раз возвращаемся возвращаемся иногда так хорошо иногда прям не хочет она не хочет ладно раз ты такая будем с тобой по-другому раз ты такая возьмем тоненькую притоненькую тоненькая она будет сама рисовать мы будем и боком рисовать и как нам нравится вот возьмем такую синюю скую сначала темненькую там есть у нас темненькая вот на на самых краях вот здесь где ой она даже светлая ну ладно сейчас мы ее по перебиваем и она будет нормальная вот так ее боком протягивает здесь собирается пенка вот и она пеночка вот это она сначала она встает вот здесь вот в волну идет до должны понимать что она здесь поднимается вот так вот где-то она где-то вот так и смазать и где-то она там возле волны начинает или такое суда она поднимается в волну а здесь она так вот уже сливается с плоскостью то есть она идет сюда вниз опускается на плоскость там поднимается еще а тут она спускается такое задать тоже интересные ей вот это вот это направление так и дальше по по мере приближения нужно высветлять ее там есть как вы видите там есть я вижу где-то есть такие совсем блики но допустим это вот тут вот тут под волной свет и вот этот свет он просвечивает волну естественно вот здесь может быть под самой волной здесь может собираться вот этот светик мы его видим из-за того что как бы просвечивается волна не все светится вот здесь это место но она здесь такое плоская имеет такое немножко может быть совсем тонкая сейчас кисточка было неудобно и потом есть сейчас возьму побольше давайте побольше на пошире точнее до пошире удобнее будет вот это вот этот свет он отражается здесь на на волне по мере удаления там конечно меньше света дальше вот здесь можно еще его показать так теперь вот эта пенка она когда спадает и у нее тоже есть на на водичке вот здесь на плоскости она тоже может иметь такое некое отражение так же она светится и отражается вот а все остальное естественно сюда мы сейчас таких постепенно сейчас загоним по чуть-чуть загоним попробуем разными способами загнать вот эту структуру пеночки вот она так играет и кисточка должна здесь по идее она как бы сама должна рисовать это дело вот не хочет все грязь нет ну ладно все равно будем мы не домучивать домучивать месяц лишь контакт сейчас у нас все вязка я скрочен где-то боком надо где-то широкая такая пеночка где-то вот она такая очень-очень низенькая где-то и вообще нет то есть есть просветы вот тут нужно вот это вот дело как-то слепить она то есть то нет то есть то нет то очень тоненькие такие вот тут будет каймовка каймовка она светлая светится и под ней будет сразу темнота ну тот же самый эффект волны только только здесь чуть-чуть она так не сильно поднимается поэтому она вот эта водичка она катится поэтому весь край у нее больше такой светлый свет идет а под ней естественно под под водичкой вот здесь есть тень вот эту тень нужно задать сюда тоже и появится сразу появляется объем такой некий объем чик так также вот эта пенка она может она может какие а вот я тут вижу еще можно камешек один изобразить где-то вот здесь например изобразить камешек вот и у этого камешка может также быть плечок здесь еще один можно плечок и вот тут можно под ним сделать как бы теневая такая она она сюда дает свою здесь тоже самая история свой блик свою тень вот и тоже может под камнем быть тень вот мы иногда спасает нас спасает палец можно тоже тоже глянец такой делать да тоже очень такой он мягкий получается переходик когда мягкий переход очень очень хорошо так вот постепенно друзья мы сейчас подходим уже к финальному заключение ну я думаю что очень хотел конечно на ваши работы посмотреть что что же у вас получается вот по моим рассказам по моим рассказам это понятно вот непонятно что какой финал мы увидим у вас в работах очень поэтому у нас есть чат дискорд загружайте загружайте в группы в группах во всех наших группах есть возможность загружать работы и там мы естественно видим по по альбомам некоторые работы загруженные по нашим вебинарам там есть вот альбомы по выступлениям там также мы наблюдаем за вашими работами так я решил немножко так успокоить поддается сейчас еще краска она очень такая капризная не хочет она еще чтобы по ней не хочет она с нами дружить со мной не хочет дружить сейчас поэтому ее приходится так вот насильно силком силком заставлять дружить она не хочет а мы ее заставляем и 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 вот смотрите где то подложечкой так чуть-чуть подсвечивается что тоже хорошо камешки вот под камешками сейчас секунду здесь не навел такие камни паблика не сделал что у нас тут было по бликам вот это да по моему хотя можно здесь не такой более яркий более яркий блечок такой кимич тут камешек перед камешками естественно там что там там перед камешком может быть свет потому что водичка ударяется камешек но за камнем нужно показать естественно теневую так вот эти камни они тоже просвечиваются здесь есть более глубокая теневая у них поэтому воде также мы показываем эту теневую ну соответственно отражение камня так и отражение может быть среди водички вот тут тоже у нас не такой сильный свет там точнее точнее здесь вот теневая поэтому мы здесь скрываем все это дело вот тут вот может быть теневая все цвета тени играется все надо решать вот эту вот эти задачи решаются светом и тени ну допустим вот так можно оставить так и вот есть еще у нас одна один завал отсюда идет еще водичка поэтому тут то же самое тоже все то же самое друзья вот эта вот часть она мы можем сюда немножко так где-то делиться этой плоскостью вот под ней естественно вот 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 это идет везде глубокая тень вот никуда она попала у нас она у нас куда-то вышло вот это вот вот это вторая вторая волна она вышла у нас на песчаный наверно все таки куда-то берег знаю куда на скорее всего на песчаный песочек туда да давайте коричневый наверно сюда песочек и даже можно принципе его сделать не коричневого таким солнечно золотым и и и и и и и и и так уже более-менее начинает смотреться вот где у нас лунные еще вот напротив луны напротив луны вот здесь вот тоже может быть светлее эта сторона то есть вот здесь вот может у нас водичка быть точнее вот здесь пенка по краю она светится вот этот свет про него все время помним все время помним что он тут есть он работает именно нам на руку сейчас все что напротив напротив цвета она должно быть именно так так забил забил это место я понял чуть-чуть чуть попозже завтра уже вот она она уже начнет позволять можно будет нести здесь светлыми бликами сейчас вот как-то она пока ругается краска не хочет давать не хочет поддаваться не хочет поддаваться никак не в какую что попробуй да будет хорошо если будет хорошо оставим тогда какой вот чок так и 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 тут уже пойдет потом все равно где-то будет рамка наверно уже скорее что сюда сделать такой солнечный немножко ну тоже хорошо до песочек может быть таким вот близко не подходим вот так вот немножечко по краешку как бы растягивая можно вот так даже наоборот здесь вот таким способом очень вполне он будет изучать ну и что можно еще конечно немножко фиолетовых тонов для разнообразия вот немножко на этом плане а камень камень не убрал не обратил внимание камень здесь обязательно вернуть надо здесь есть отражение от камня и не трогаем отражение поэтому обязательно оставляем их вот и по отражению со стороны бликов там же тоже есть у нас в отражении реки поэтому вот отражение блика мы тоже можем также также чуточку чуточку таким спокойным цветиком немножко смазать это отражение вот там смотрите вот тут где-то менее скрыто но может быть тоже какой-то всплеск вот тут соответственно тут везде бьется окам водичка и поэтому все здесь возможно что где-то еще какие-то брызги летят даже тряпочка грязная надо менять до менять вот что еще вот здесь более такую насыщенную темною вот тут вот насыщенную темно ну и так вот по мелочевке надо еще большую паузу потом посмотреть по мелочевке можно добавить конечно здесь так друзья сейчас сходу за водичкой маленькое такое отступление перед тем как написать у нас сейчас кораблик пойдет кораблик чаечки минутная пауза я буквально за водичкой а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть то, что нам нужно еще прописать, это кораблики-чайки. И доуточнять, то есть есть некоторые моментики, где нужно будет чуточку доработать их. С корабликом. Что же мы будем делать с корабликом? Кораблик у нас стоит вот здесь, на рейде. Мы возьмем для корабля красный я беру, синий я беру для того, чтобы получить такой темно-коричневый. Я вот здесь вот темно-коричневый намешал. Даже можно еще потемнее будет. Ну и примерно. Примерно, вот чтобы вы понимали, что мы рисуем, желательно, конечно, многие из вас боятся. И желательно понимать, что вот смотрите, корма, она выше находится, вот здесь вот где-то выше. Поэтому совершенно спокойно, чуть выше, вот здесь вот находится, прямо на середине, вот тут, находится у нас борт. Дальше идет корма, по своей сути она вот такая, ну как бы, как домиком таким, да. Вот так. Вот, потом идет сама, сам корпус корабля, и он, вот здесь надо определиться, каких размеров. В принципе, корабль может быть любым по размерам. И я вижу, что здесь вот по корпусу мы также его немножко вытаскиваем на линию горизонта. Здесь делаем также некую такую, вот здесь вот находится буш-прит у него. В начале, ну и скорее всего этот корабль имеет фальшкиль, я так думаю, потому что очень близко к берегу находится. И у таких суден на самом деле, на самом деле, очень такая небольшая посадка. Вот примерно вот так процарапали для себя, чтобы было понятно, где находится наш, и вот сам корабль. Ну и теперь мачты. Две мачты есть. Странно, конечно, почему мачты расположены именно в задней части судна. На самом деле, быть точным, мачты они тащат корабль за собой. Поэтому максимально, что может быть, это для того, чтобы судно ходило очень хорошо, ходовая была у него, то нужно, как минимум, переднюю мачту поближе расположить, чтобы она тащила за собой судно. Ну и я вот вторую мачту тоже рядышком расположу. Здесь вот такие. Вот. Сначала мы процарапываем, для того, чтобы понимали, как и что. Вот здесь у него стокселя все. Ну, в общем, все это, как бы, морская арифметика. Я ее чуть-чуть знаю из-за того, что жил на море. Раньше занимался, ходил с друзьями в яхты. Мы, мои друзья, строили яхты, делали. Делали на поле чудес даже. Наши яхты стояли. У Якубовича. Вот поэтому я так немножко ознакомлен. Так, закрашиваем корпус. Нужно закрасить и правую, и левую часть. И потом немножко можно ту часть, где вот со стороны... С правой стороны можно ее немножко так высветлить будет. А это немножко так затемнить эту сторону. Здесь вот опять же таки не... Не важно так вот это вот место. Сейчас... Примерненько так все. Дальше закрашиваем заднюю часть. Вот ту корму. Ну и все. Делаем палубу. Делаем... И строим мачты. Значит... Судно двухмачтовое. Мачты находятся, в принципе, параллельно. Прямо вот параллельно мы их тянем. Ну и на мачтах есть у нас вот это вот паруса, которые сложны. Сейчас мы просто порисуем их на первое, я вижу там... Ну как-то здесь, конечно, можно по-своему все это сделать. Не обязательно тут прям в такую точность даряться. Давайте примерно... Примерно... Что лучше, в какую сторону наклонить. Ну вот так наклоним. Допустим, первый. Все здесь относительно. Мы можем сделать, как нам больше нравится. То есть здесь абсолютно нет никакой принужденности. Хотим так, хотим так. Как хотим, так и пишем, так и рисуем. Так, чистый палец нам нужен. Может быть, чуть-чуть продлить эту мачту. Чуть кривенько все, но не страшно. Дальше вторые. Там есть вторая. Чуть ниже, потому что дальше находится. Там перекрывает. Также вот здесь есть. И есть еще у нас... Допустим, вот здесь. Вот так. Не важно. Если получилось так, то уже хорошо. По канатам все очень просто, друзья. Вот вообще проще не бывает. Сначала мы делаем жиденькой красочкой, очень быстро. Так, чтобы канатики у нас не были такие вот еле-еле. Очень мало краски набираем. И вот ведем. Можно от мачты прям вот сюда. Можно наоборот. На мачту. Такие вот тоненькой кисточкой. И такой вот еле-еле мы так вот скользим прям по краю. Потом можно, если не получилось, можно еще процарапать. Это тоже один из вариантов. Так что не бойтесь, в принципе. Там есть вот задние вот эти канатики. Потом у нас есть канатики, которые от мачты висят. Расположены вот так. Потом у нас есть на самих вот здесь паруса. То есть, в общем, конечно, они везде расположены. Все это держится. Потом канатики, которые уходят вверх. Тут больше масла, чем краски, на самом деле. Вот туда, в самом верху, ходят канаты. Дальше у нас они тянутся сюда как-то вниз. Где-то вот мы можем их потерять, на самом деле. Среди воздуха. Среди воздуха. Ничего страшного. Ничего страшного. Теперь нужны паруса. Они свернуты. Сделаем их такими нечисто светлыми. Ну, давайте голубыми сделаем подложку такую. Вот где-то они имеют просвет. То есть, на просвете, на солнышке. Точнее, со стороны света. Возможно, что они просвечиваются. Вот есть тут такие свернутые. Они вот здесь вот находятся. Также задние. Не боимся, все это легко пишется, без всяких. А, не туда я. Ладно, не туда. Бывает. И меняюсь. Так вот кусочки краски кладутся. И потом мы их просто приподнимаем где-то. Ну, условно, что они там есть. Так вот где-то мы их так все примерненько. Дальше. Дальше. Дальше у нас есть блики по палубе. Я вижу здесь по всему. По всему, где у нас есть блики, вот тут нужно этот блик вернуть назад. И его желательно сделать таким, таким же солнечным. Может быть, вот здесь вот посветлее красочку взять. Вот такой. Так, блик номер один. Потом вот здесь по бушприту тоже блик идет. Ага. Очень такой яркий здесь он, да? По краю. Дальше. До нужной кондиции доносим эту краску. И так вот аккуратненько заносим сюда этот блик. Ну и можно касанием просто. Вот есть на кисточке. И так вот касанием просто. Если не получается так хорошо и бликами, то можно касанием. вот тут, где стокселя крепятся. Можно только на одних стокселях ходить. Здесь вот крепятся стокселя и в принципе они тоже есть у них там. вот эти канатики. Еще есть канатики, точнее мы должны вот эти канатики переплести между собой. Здесь можно как бы еще на палубу, точнее вот сюда наверх забираться. Вот так матросы. Такими вот способами карабкаются на. Для того чтобы паруса опустить. Так чуть больше света. Сейчас вот свет. И вот сюда. В красноту такую вот. Вот. У нас получается такой светло-коричневый. И вот светло-коричневый вот сюда в носик ему. вот сюда со стороны луны. Там немножко этот носик он как бы так краснит. Есть вот такой светик. И потом больше красного. Больше глубокого красного. В теневую. Сюда в теневую. Он здесь. Вот эта часть она немножко тоже краснит. Потому что это не совсем такая вот глубокая ночь. Все таки луна. Все таки это ярко. И там вот я вижу. что на корабле есть еще для отверстия для. Ну возможно это судно. Я не знаю что это за судно. Может быть это для весел дополнительно. Может быть это для. Для пушек. Во всяком случае оба варианта. Вполне возможно. Ну так как она выглядит. Это все таки для весел скорее всего. Хотя на любом паруснике. Если есть ветер то можно идти без весел. Ну вот та часть тоже может высвечиваться немножко. Так что здесь еще флаг. Флаг у нас красный. Возьмем. Можно другие цвета. Я возьму красный. Можно даже вот такой вот бордовый взять. Темно-красный. А можно смешать с красным. Тоже неплохо будет. Ну во всяком случае темный такой. Темный флаг. Ну вот здесь можно. Пусть ветер будет в эту сторону. Хотя ветер туда. И там видно по волне туда ветер будет. По брызгам. Без разницы в общем. Без разницы. Давайте попробуем флаг изобразить. Такой вот он гнется. И вот так вот. Можно два. Если хотите можно два. Можно один. Тут по желанию уже. Ну и сам флаг он извивается. Как мы видим. То есть там. Вот такая ситуация происходит у нас. Птички. Птички тоже в небе. Я беру сначала. Давайте сделаем светлыми. Чтобы сделать светлыми надо подготовить краску. Жиденькую. Жиденькую. Прижиденькую. Сейчас я вот помешаю. Испорчу все масло. Но краска зато будет чистой. Здесь остались только птички. Нужна жиденькая. Жиденькие белила сначала. И потом жидкие нужны. Темные для крылыша. Чайки крылья. Крылья как раз таки темные. Но для того чтобы писать. Сейчас их нужно сначала. Сначала я сделаю белилами. А потом. А белила они. Смотрите. Здесь очень жидкая краска. И соответственно они будут немножко такие. Они не светлые будут. Так что. Чайки они будут не светлые. Они так смешаются с подложечкой. Соответственно. Ничего страшного нет. Здесь можно их. Именно такой краской брать. Даже у меня кисточка с краснотой появилась. Ну пусть краснят. Пусть краснят ласточки. Пускай будет так. Так. Допустим. Где-то вот. На светлом. Наверное. Фоне нет. Нужно выбрать фон. Где мы будем писать. То есть. Продумать. Не просто так вот. Где. Где нам хочется. Так. Чтобы их было видно. Есть ласточки. Которые. Находятся вот там. Сзади. Они именно на темном фоне. Они прорисованы. И темная ласточка. Которые на светлом фоне. То есть. Наоборот. Вот это одно из правил. Ну давайте вот здесь одно. Допустим. Допустим. Вот такую. Сначала. Дальше. Дальше. Допустим. Вот там. Где-то еще одну ласточку. Вот там. Летящую. Вот тут одну. Порхающую. 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 Летящую. И еще. Можно еще где-нибудь. Одну маленькую. Такую. Можно еще одну. Вот тут можно одну. Улетающую. Давайте сделаем теперь. Возьму темную. Практически черную. Надо такой добиться. Черной. Темной. 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 Ночью. И. Делаем подложку. Вот тут. Вот. У чайки. Подведем крылышки. Вот так вот. 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 Возможно вам будет интереснее написать эти чайки уже по сухой. Тогда не будет столько проблем. Можно облокотить руку и легко их написать. Главное чтобы это было. удобная для вас позиция. Чтобы вы не мучились так сильно. Тут вот я немножко неправильно. Ладно. Сейчас я протяну ее дальше. Ну. Примерно вот так. Там. Напоминание что чайка есть. Страшно. Вот. Тут можно подчеркнуть как бы. Подчеркнуть что. Со стороны. Света есть свет. Со стороны. Тени есть тень. вот. 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 И еще у чаек у них же ножки красные такие, да? смотри такой точечкой поставить вообще будет как будто идеально все красненькую точечку чайчик есть такой свет я не буду выводить еще где-то каких-то человек принципе можно да можно еще одну он туда в небо на более такая здесь здесь можно без разницы наветит высоко парит вон там где-то может быть и есть свет сейчас попробую светом немножко вот тут поправить надо поправить все таки видите вот светлая на светлом фоне мы хотим здесь есть еще этот фон можно было конечно не писать все так уже разрушена есть пусть она там будет спрячем спрячем крылышки пусть она так парит вот всегда старайтесь прописывать какие вещи уже по сухой потому что вот это вот так мучение по жидкой еще сразу все это не всегда удачно так дается так что еще что еще нам можно еще кстати сейчас отвернулся повернул и немножко может не хватать вот вот этой формочки у чайки ну что ж ты и как она легко пропала у меня опять пропала ходишь ходишь школу знаете такое также у меня лишь худешку вот пусть так будет там конечно есть еще той стороны можно нагнуть вот это крыло центр может быть даже так пусть будет так ладно все хорошо вот корабль стоит на якоре скорее всего у него здесь вот смотрите перед перед мочкой вот тут своей возможно что здесь тоже есть какие-то вплески почему потому что бьется все таки здесь о корабль волны может быть из-за из-под из-под корабля такие же быть в плеске воды вон там вон там там сзади также свет может выходить немножечко самое главное нужно понимать что в любом случае чем больше размер картины тем легче писать эту картину тем легче прописывать детально по детально все детальки легче пишется именно на на таких работах где крупные вот такая мелочевка она еще на таком формате позволяет а если был совсем маленький формат там совсем неудобно было бы так ну я еще может быть сделав не знаю насколько мне сейчас дозволит это возможно не позволит возможно дозволит она такая вот сейчас хитрая здесь нужно нужно брать тонкую кисть тонкой кистью вот эти выводить все мелочевочки я не знаю она сейчас не позволяет мне это будет легче сделать намного легче сделать завтра потому что сегодня она так буксует все равно попробую не знаю насколько это не хочет все таки она так меня слушаться насколько мне хочется много таких вот разных живенькой красочкой нужно все это как бы еще доводить вот эти такие вот водики по воде чтобы показать что есть вот это вот не просто водичка она такими вот некими разводами еще где-то где-то дается где-то нет где-то прям хорошо он это не хочет она мне сейчас попробую если пойдет то закончим вместе и смен значит я остановлюсь вы понимаете как это делать уже попробуйте тогда вот когда она подсыхать начинает можно будет добиться этого результата легко на такой уже подсыхающей красочке это наверно единственное что еще можно дописать в этой работе можно по длине и вот чем длиннее кисть тем легче ли это делать и больше подписка сама начнет рисовать я беру вот иногда такой самую самую длинную они очень удобны главное набирайте на длинную кисть и назад если вы будете пушистить то она быстро у вас придет в негодность вот так вот такими мелкими при мелкими детальками можно доуточнять работу посветлее взять с этой стороны где где свет такая вот мелочевка она конечно нужно все как бы детализирует еще кончиком прям вот кончик на кончик набираем и ушел наблюдайте где-то вот за морем можно понаблюдать на открытках на видео там вот везде по морским пейзажам есть вот такие вот особенно возле берега такие разводики они вот двигаются именно в направлении берега идут имеют вот такие некие интересные такие кудряшки вот но не выходить на свет то есть вот со стороны света где там где темнота там темнотой где со стороны света значит вот здесь и клей можно выходим на свет и значит здесь такая же история только светиками светлой пеночкой вот так вот она может может быть такая же светлая вот здесь вот так вот немножко продумывая как вот с листочками над когда мы работаем с листвой в плане того что на дереве когда листву пишем мы тоже немножко продумываем не просто а бы как бы так немножечко додумывая ну в общем друзья вот такая история у нас получается дальше я думаю что как можно подробнее я сегодня постарался вам ее преподнести рассказать я думаю что вам она понравилась эта история думаю что мы еще неоднократно подпишем с вами морские пейзажи ну и вам спасибо спасибо за присутствие за спонсорство пишите ставьте лайки пишите по под видео в комментариях что вы думаете по этому поводу по сегодняшней работе жду очень жду ваши комментарии буду читать каждого сегодня друзья я должен с вами попрощаться смотрите если кто-то будет писать и какие-то вопросики задавайте прямо в комментариях под видео пишите я там все посмотрю ну если если что отвечу на каждый ваш вопрос я рад что вы были со мной сегодня до свидания друзья до новых встреч с вами был григорьев на канале художники оставайтесь с нами подписывайтесь кто не подписан и ставьте колокольчик это обязательное условие чтобы получать уведомление о том что на нашем канале началась трансляция ну и все пока пока люблю целую до свидания а и 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